Всем привет! Меня зовут Ольга Вастикова. Вы смотрите канал Дай5, шоу «История одной вещи». Сегодня я расскажу вам про историю шоколадки Аленка. История Аленки началась в феврале 1964 года на пленуме ЦК КПСС, где обсуждалось развитие сельского хозяйства. Именно тогда с трибуны и прозвучал призыв советским кондитерам придумать вкусный, но недорогой шоколад и непременно молочный. Московские кондитерские фабрики взялись за исполнение заказа и стали работать над рецептом. На фабрике «Красный Октябрь» в итоге и придумали вкусный, но недорогой шоколад. Но первые эксперименты не приносили требуемого результата. Перебарчивали с молоком, шоколад не формовался. Когда его не доливали, не было нужного вкуса. В 1966 году необходимое соотношение ингредиентов было найдено, и начался выпуск Аленки. Насчет названия есть легенда. Считается, что шоколадку назвали Аленкой то ли в честь имени дочери, то ли Терешковой, то ли Гагарина. У обоих космонавтов к тому времени подрастали девочки Лены. На фабрике эту легенду хоть и любят, но опровергают. Так откуда же происходит название Аленка? Сейчас расскажу. Сначала шоколад решили назвать Аленушкой. Девочка с таким именем кочевала из одной сказки в другую, и каждый советский ребенок был с ней знаком. На обертку планировалось перенести одноименную картину Воснецова, но случилось страшное. Шоколад с Воснецовской Аленкой на этикетке вышел раньше на другой московской фабрике. На «Красном Октябре» огорчились. Но потом оказалось, что зря. В верхах, увидев в ту обертку, схватились за голову. У нас в стране счастливое детство, а девочка босоногая. Фабрику, опередившую «Красный Октябрь», заставили переделывать этикетку. На самом октябре решили от имени не отказываться. Лишь слегка откорректировали его. Стала не Аленушка, а Аленка. С названием определились. Так какая же должна быть обертка у народной шоколадки? В 1965 году в «Вечерней Москве» был объявлен конкурс на лучшее девчоночье фото. Из пришедших на конкурс фотографий был придуман образ шоколадной Аленки. Она, кстати, не всегда была глазастой девочкой в платочке. Этикетку художники крутили и так, и этак. Была Аленка с пролетарскими гвоздиками. Аленка-снегурочка. Потом ей заплели косички и отправили гулять по московским улицам. В зависимости от времени года она была одета в пальтишко, курточку или платье. В 1999 году девочки придумали друга Кузю. Но и конопатый мальчонка чем-то не угодил сластеным. В общем, только Аленка в платочке оказалась живучей. Итак, Елена Горина стала известной на всю страну в восьмимесячном возрасте. Елена все детство ела шоколад со своим изображением. Гонорар за использование портрета при создании упаковки ни она, ни ее родители никогда не получали. Взрослая Аленка в начале 2000-х годов решает подать иск держателям торговой марки с требованием признать ее единоличным автором фотографии. Наследница фотографа требовала выплатить гонорар за использование снимка. Фабрика не заключала договор с их семьей, поэтому не имеет исключительного права на обложку шоколадки. Авторское вознаграждение Гирина соценивало почти в 5 миллионов рублей. Были рассмотрены десятки фотографий маленькой Леночки. Эксперт-криминалист насчитал 18 общих признаков. Однако эксперт-художник решил, что на иллюстрации совсем не маленькая Елена. Он решил, что это собирательный образ, самостоятельное произведение. На основе этого суд в иске отказал. Елена специалист в области фармакологии. Сейчас женщина живет в подмосковных химках с мужем и двумя детьми. Ее иногда можно увидеть на экране ТВ. Например, в качестве эксперта по шоколаду Аленка, который теперь производит не только Красный Октябрь, но и другие кондитерские фабрики. Вот как-то так. Теперь вы знаете больше. Спасибо, что посмотрели наши видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была я, Ольга Вастикова. До скорой встречи!